Премия «Герои нашего времени» проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, Общественного движения «Волонтеры Подмосковья». Об этом на пресс-конференции в РИАМО рассказал депутат Госдумы, руководитель подмосковного отделения молодой гвардии «Единой России» Александр Толмачев. Премия не для молодогвардейцев, а премия вообще для всех. Наша задача, чтобы еще все организации познакомились между собой, чтобы люди, которые не стоят в никакой организации, но занимаются добрыми делами или разными проектами, которые направлены на то, чтобы сделать мир вокруг лучше, чтобы они все познакомились, объединились, потому что я уверен, что если сложить потенциал каждого волонтера, каждого добровольца, мы получим совершенно другой уровень помощи, который сегодня они оказывают. В премии «Герои нашего времени» 8 номинаций. Среди них «Живая история», «Культурные люди», «Добро в действии», «С любовью к планете», «В сети» и «Другой университет». Премия будет присуждена тем, кто занимается сохранением исторической памяти и культурного достояния, защитой окружающей среды, продвигает познавательные и образовательные проекты, помогает ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Предусмотрены две специальные номинации – «Помощь без границ» и «Юный герой». Первая присуждается за поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик, освобожденных территорий, а вторая – за совершение героических поступков и спасение жизней. «Мы каждого ценим, кто принял участие. Мы ценим вклад, который они делают в развитие добровольчества, вообще в те дела, которые происходят, но чтобы они продолжали. И чтобы с каждым годом количество участников увеличивалось, и цель была не получить награду, а цель была найти единомышленников и масштабировать свой проект, свою идею, и тем самым помогать как можно больше людям». Александр Толмачев сообщил, что на премию «Герои нашего времени» претендуют уже более тысячи зарегистрировавшихся. Она будет вручена десяти лучшим добровольцам 27 ноября во время торжественного мероприятия в музейном комплексе деревни Петрищево место подвига и казни Зои Космодемьянской, героя Советского Союза, ставшей символом мужества и несгибаемой стойкости. Андрей Циханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.